ПОЛЬСЯ 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 Есть такое еще распространенное, называется обедоколяция, то есть обед совмещен с ужином, это где-то часов 5, когда они приходят и уже домой и могут съесть первое, второе, третье. Ну я немножко об истории, да, сейчас завтраки отличаются от тех, которые были раньше, потому что основное население жило в селах, и поэтому основные завтраки это были такие плотные, когда люди шли в поле, нужно было работать тяжело. В основном каши это были, и очень многие ели суп на первое, но вообще в Польше славится супами. Ты знаешь, в Польше есть такой суп журок. Оля, ты просто моя мысль, я, до речи, его когда-то скуштовала, там яйца в хлебном, воно в хлебе было сработано, дуже смачно. Ну не всегда это в хлебе делается, ну в семье это делали просто, ну наливали в тарелку, и хотя там тоже ничего нет, как вот борщ отличается от нашего борща, то есть там практически ничего нет, ну это делается на закваска на ржаной муке, поэтому когда потом начинается готовить, он загустевает немножко, и журок может быть либо только с пряностями какими-то, либо журок может быть с колбаской или с яйцом, ну иногда любители добавляют картошку. И хотя, казалось бы, это такой вот пустой суп, но он очень сытный, поэтому в селах его тоже ели на завтрак. Ели еще другие, подавали также другие супы, каши, ну а сейчас в городах, когда все люди спешат, и в общем-то ритм жизни другой, то, конечно, завтраки тоже изменились, многие, ну практически все следят, чтобы была пища здоровая, полезная, фигура и все остальное прочее, поэтому, в общем-то, завтраки, можно сказать, тоже глобализируются, но я в этом ничего страшного не вижу, мир изменяется, мы тоже должны изменяться вместе с ним, и сейчас на завтраки, вот в основном поляки едят канапки, это бутерброды, причем в магазинах очень много специальных паз для бутербродов, ну вот я, когда собиралась делать это, все тоже зашла в наши магазины, ну хотя я так и знала, но думала, может, что-то найду, но, к сожалению, многого мне не удалось найти, и основные вот пасты, это могут, это творожные, то есть из белого сыра, да, они могут быть с различными добавками, какими-то пряностями, травами, то есть на любителя. То есть, швиденько такой бутербродик сделать, перехопить его и убить на работу. Да, да, можно еще с собой, многие еще делают с собой, при этом очень часто бутерброды на бутерброды мажут масло, ну, как у нас принято, или же вот этим вот пастой какой-то намазывают бутерброд, вот очень многие, ну, кто любит делать сладкие бутерброды, это тоже специально продается, в Польше это называется мармелада, ну, по-нашему это джем или варенье вот такое вот, и поэтому был такой случай, что тоже наши ошиблись с мармеладом, когда подразумевают, что это конфеты, да. Елизавета, а скажите, пожалуйста, визитивка польской кухни, вот, яке такое блюдо, по якому можно вгадать, что ось, действительно, это польская кухня? Ну, журик, да, журик, кляк, это в основном первое блюдо, и второе блюдо, это вот в мясных много блюд, рыба, это на севере, на Балтике, там очень много свежей рыбы, это тоже характерно для меня. Отже, я пропоную перейти до нашей такой творчей процессу, давайте сделаем парочку бутербродов. Да, да, я вам предлагаю тоже взять хлеб и сделать, ну, вот, я закончу тогда уже, бутерброд намазывается маслом, тоже берите, намазывайте маслом, я потом немножко-немножко об этом скажу, как кто намазывает маслом. Это еще и разница, кто их намажет, да? Ну, вот теперь. А, я два, да? Да, еще, наверное, еще три восьмете, и когда-то давно, вот, приезжали поляки к нам в гости еще наши родственники, и, да, у нас принято вот хорошо намазать хлеб маслом, у них вот, да, и они родственники... Такая особенность, так, если два раза уже мазать, ну, уже все. Ну, и вот родственники говорили, вот вы намазываете маслом хлеб во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь. А мы намазываем, ну, я, к сожалению, не могу сказать, потому что это будет в связи с оборудованием на Востоке, политически некорректно у нас, ну, вот, типа, Аминь, и все, и потом кладем и идем дальше. Так, пойдем еще. И потом, очень часто, ну, практически всегда, кладут вниз еще листочек какого-то салата, либо же салата, ну, я, к сожалению, не нашла у нас салата, потому что, да, у нас сезон, и мы привыкли к овощам свежим, с поля, поэтому салат уже отошли, ну, там очень много и салатов, и вот таких вот маленьких, к которым мы привыкли, и различные салаты, которые растут в виде капусты, и просто всевозможных, то есть зеленый листик надо положить. Ну, и потом уже мы кладем что-то, ну, уже на любителя, либо же колбаску тоже, вот как раз она... Какие шматочки треба красить? Может, один или два. Вот меньше, да. Вот вы знаете, на 2 слоя, да? Вот я как раз 3 взяла. И тоже они как раз, ну, вот нарезаны, ну, это магазины, поэтому нарезаны очень тонко, то есть вот они очень тоненький хлеб, очень, там, чуть-чуть масла и колбаска. Чтоб шлунку не было тяжко. Да. И пьют они или чай, или кофе. В основном кофе, да. При этом кофе есть или же растворимое, или, ну, лучше такое, не растворимое, а молотый кофе. Молотый кофе они заливают, насыпают просто в чашечку и заливают кипятком. А, не заваривают топ-то. Да, это, ну, это исключительных случаев каких-то семьях, где-то, может быть, насмотревшись на нас, или где-то ездят по заграницам, ну, в восточных странах, где принято, да, варить, то делают вот, или варят кофе, или уже кофеварки более современные. Ну, очень часто вначале пьют чай. Вот, то есть я даже была в разных семьях, и у родственников, и просто у друзей, и знакомых, то они вначале подают чай, а потом уже вот кофе из бутерброда. Тобто не такая процедура, что мы ковточек чаю заедаем бутербродом. Нет, нет. Мабуть, все же таки чай – это предвестник разговора. Ну, и с другой стороны, ну, сейчас говорят, вот, нужно выпить там стакан воды, или что-то, вот, жидкость какую-то, а потом уже немножко покушать. Ну, у них вот так вот принято уже очень давно, и они даже перед завтраком, и перед обедом, ужином, они тоже пьют чай, а потом уже что-то едят, или вот как здесь, ну, кофе это уже можно смаковать, да, если хорошо заварить хороший кофе, то съесть, выпить чай, съесть бутерброд, и потом уже забить хорошим кофе. Так, я пропоную налитый чай, у нас уже готовый чай. Ну, вот, я хочу сказать немножко о посуде, да, которую я принесла. Она вся в специфических таких цветах, и это посуда из города Болеславец. Болеславец славится своими вот такими керамическими изделиями, расписанными в специальном стиле. Ну, вот здесь вот видно, что везде присутствует синий цвет. Ну, немножко добавляется другого цвета, но основной это синий цвет. Чему? Чему самый синий? Ну, это у них такая традиция, да, там специфика, глина там очень белая, поэтому там съезжаются даже, я знаю, наши художники, которые занимаются керамикой, они тоже там оседают поближе, потому что там хорошая глина. Это все авторская работа, да, там есть клеймо, подпись автора. Вот, ну, это вот такие вот специфические... Может, такие визерунок, я бачу, тоже такие текущие. Да, да, вот у них специфический такой цвет идет, я тогда, может, ну, здесь не очень хорошо, но я может тоже... Все нюансы враховываются, и колер начат, он и просто так. Да, вот здесь тоже, и хотя добавляется какой-то, да, оранжевый, какой-то красненький, но основной цвет синий. Это вот тоже такой специфический район, поэтому я пришла, принесла показать вам, ну, выпить чай из таких чашек, что приятно. И сахарница. А, ну вот для ложечки. Это сахарница. И, ну, чай пьют из, или стаканов, из больших чашек, а кофе уже вот смакует из маленьких чашек. Я пропоную еще несколько бутербродов сделать для наших операторов. Я вижу, что у вас есть сыр. Да, можно сыром, но я говорила, что можно еще и сделать сладкие бутерброды, так называемые. Я уже один раз намажу. Для наших, да, для наших людей, которые привыкли немножко к другому, тоже бутерброды, да, употребляют, но немножко в другом плане, поэтому можно сделать и побольше. Ну, и вот я хотела сказать о тех, ну, как бы, пожеланиях тем людям, которые едут в Польшу и потом там, ну, приходится им кушать, то очень часто бывает, когда уезжают наши дети, молодежь в нашем обществе, ну, они, в общем-то, мы даем какие-то основы культуры, кухня тоже это часть культуры. Были такие случаи, но это не в нашем обществе, например, в других каких-то районных центрах или даже в нашем Николаеве, но в школах, где дети, которые, как бы, ну, просто вот пригласили, сели, поехали, группа детей, для них это бывает неожиданностью. И часто я слышала, например, от родителей, что, а, в Польше плохо кормят детей. Ну, вот, на гости, вроде, приехали гости, и их плохо кормят. Ну, объясните, да. Ну, почему плохо кормят, да, для наших детей, да, это непривычный такой завтрак. Очень маленький, один бутерброд, два бутерброда. Детям нужно больше покушать. Ну, сейчас в семьях, ну, если даже, если живут в гостинице, то там уже шведский стол, и, в общем-то, поляки тоже много с Запада взяли свои завтраки, то есть традиции завтрака, то различные хлопья и заливаются либо же молоком, либо всевозможными йогуртами или вот такими кисломолочными продуктами. Ну, я уже говорила, что в Польше очень много кисломолочных продуктов, вообще молочных продуктов, поэтому можно выбрать на любой вкус и йогурты, и различными, в различном составе, и различные костинсенсии, поэтому это, ну, многие тоже так кушают. Я, знаешь, я бачу на вашем столе огирок та помидор. Да, это вот я говорила, что часто, ну, практически всегда на бутерброд кладут либо салат, ну, это на масло, а потом сверху какую-то колбаску, сыр или какие-то другие пасты, вот, и очень тоненько порезать огурец и положить огурец для смоку, да, на бутерброд, ну, или помидорку. В общем-то, еще кладут перец, потому что овощей там много таких нет, к которым мы привыкли, и поэтому, ну, помидоры я сразу скажу, что там не очень вкусные, у нас там нет таких, больше нет таких помидор, как у нас, которые мы можем есть просто вот как яблоко, и когда тоже приезжают поляки, то они очень удивляются, им очень нравятся наши помидоры, и они удивляются, что помидоры, вот, можно, салат так есть. У них в основном помидоры служат для того, чтобы их тоненько порезать и положить на бутерброд. Елизавета, ось мы говорим про поляков, так, які живут в Польше, а ось в вашем товаристве на нашей территории, на Миколаевщине, польский снеданок, вы дрезняете, чьи же исчезли? Нет, мы всегда, те поляки, которые живут уже здесь, они уже давно живут, первые поляки здесь, ну, вот в Николаевской области, это село, ну, главное польское село, бывшее, это село Киселевка, они там поселились после ноябрьского восстания 1831 года, то есть уже очень давно, поэтому, да, они когда жили компактно, они поддерживали свои традиции и в еде тоже, но перед войной, когда на поляках были гонения, очень немногих сослали, расстреляли, и потом уже сейчас это село перемешано, хотя они поддерживают такие традиции, вот как богемки тоже, мы ездили, вчера была у вас передача, но в Киселевке тоже уже, ну, и вообще вот на поляков, которые живут уже не очень компактно, ассимиляция происходит, поэтому они уже учитывают и кухню нашу, потому что здесь на юге региона тоже нельзя сказать, что чисто, да, украинская кухня, а влияние вот турецкой, венгерской кухни, румынской, острой такой. Я вам хочу сказать, что вранься я тоже куштувала бутерброд с чаем, швиденько, ищу встигнути на работу, перекус таки довольно так стандартный. Отже, я вам, шановна Єлизавета, дякую за те, что вы завітали до нас у студию, дякую за те, что вы приготовили нам такие смачнющие бутерброды, детально познайомили нас с мухней польской, поляки тоже куштуют бутерброды, я думаю, что наши операторы с удовольствием после эфира будут пригощаться ними, а я напоминаю, что у нас у студии была Єлизавета Селянська, голова Товариства Поляки. Субтитры создавал DimaTorzok